В Южной Корее четырем членам экипажа затонувшего парома Севол предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. По версии следствия, капитан, его помощники и главный инженер покинули судно, приказав пассажирам оставаться на борту. Паром, перевозивший почти 500 человек, в основном школьников, затонул 16 апреля. Погибли около 300 из них. От действий к словам. Северная и Южная Кореи, очевидно, взяли за правила межгосударственных отношений перебранку. Взаимные обвинения и оскорбления – тенденция последнего месяца. Нынешняя словесная перепалка пришла на смену более жестким формам выяснения отношений. В конце марта Пхеньян и Сеул обменялись артиллерийскими залпами. Пострадавших или разрушений в результате очередного обрецания оружием не было. Но сколь разрушительны могут быть последствия слов, выясняла моя коллега Нина Шамуги. Язык мой, враг мой. Эта житейская мудрость проходит апробацию на дипломатическом уровне. Официальные лица Северной и Южной Кореи не на шутку разговорились. Два государства корейского полуострова, пребывающие вот уже седьмой десяток в состоянии холодной войны, вступили в фазу горячих словесных споров. Ким Чен Ын намерен заставить страдать Южную Корею. Пхеньян предупредил. Сеул поплатится за свои слова о том, что Северная Корея скоро исчезнет. Накануне представитель оборонного ведомства Южной Кореи Ким Мин Сок выступил жесткими обвинениями в адрес КНДР, назвав её несуществующей страной, которая в скором времени должна исчезнуть. «Северная Корея – настоящая ли эта страна? Там нет ни прав человека, ни свобод. Она существует только для одного человека». В Пхеньяне это заявление вызвало бурю негодования. Правительство Северной Кореи посчитало это нешуточной провокацией и заявило, что безжалостно накажет каждого, кто будет злословить в адрес лидера и системы. Центральное телеграфное агентство КНДР раструбило. «Мы не будем сидеть сложа руки, пока этот бешеный пёс тявкает на нас. Ким Мин Сок поплатится за свои замечания в наш адрес». Идея была тут же подхвачена народными массами. «Существует такая поговорка – люди прощаются с короткой жизнью из-за длинного языка. Думаю, что это высказывание очень подходит Ким Мин Соку». «Это возмутительно. Где их манеры? Этот дурной тон, который Юг демонстрирует каждый раз, когда пребывает в кризисе, такого рода провокации должны быть прекращены незамедлительно». Извиняться южане не собираются. Тем более, что северокорейские СМИ тоже не стеснялись в выражениях. Так, президент Южной Кореи Пан Кен Хэ была названа старой проституткой за потакание Белому дому. Сеул был возмущён. Северокорейские нападки назвали сексистскими. Достался президенту США Бараку Обами. Его назвали злой чёрной обезьяной. В госдепе выпады пхеняна посчитали российскими и омерзительными. Вербальные оскорбления КНДР прозвучали вскоре по завершении крупнейших в истории совместных военно-морских учений США и Южной Кореи в «Фолл-Игл». Впрочем, американцы решили вовлечь в боевые манёвры и Ким Чен Ина. Вождь КНДР станет героем компьютерной игры, славный лидер. Внук великого вождя Ким Ир Сена и сын великого руководителя Ким Чен Ира теперь сможет осуществить мечту своих предков. Правда, виртуально. Пользователю, играющему от лица Ким Чен Ина, предстоит бороться с американскими военными на улицах Пхеньяна, сжигать флаги США и уничтожать вражескую военную технику верхом на единороге. Какие заявления последуют из Северной Кореи после выхода этой видеоигры, можно только предположить. Главное, чтобы язык до Киева не довёл. Что ж, на этом пока всё. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь.